Фестиваль, о котором мы расскажем сейчас, к счастью, имеет свои временные рамки. Проанонсирует его Наталья Бабко, член оргкомитета фестиваля авторской песни и поэзии. Здравствуйте. Добрый день. С 19-го, 21-го мая в Днепре проходит фестиваль бардовской песни с певучей витрила имени Владимира Ткача. Как в этот раз проходит фестиваль, какие особенности? Во-первых, честно говоря, он сегодня, 21-го, начинается. Простите, простите, так. Поэтому очень хорошо, что мы сегодня об этом говорим. Мы можем пригласить всех желающих принять участие. Особенности таковы, как у всей нашей жизни, связанные с пандемией. Фестиваль пройдет на свежем воздухе открытом, в формате палаточного городка. И все мероприятия, которые проходили, предфестивальные концерты, либо галоконцерт завершающий, которые будут в залах, они проходят с соблюдением карантинных мер. Приветствуется ношение масок и зрительские места расположены с необходимым интервалом. Ну вот ранее я читала, что фестиваль был всеукраинским. Что-то поменялось? Да, можно сказать, у нас в этом году принимают участие наши друзья, проживающие сейчас в Болгарии, Польше. Так что география фестиваля расширяется. То есть уже международная? Уже международная. Ну а сколько участников и, в принципе, кто они? Участники — это, во-первых, приглашенные гости, авторитеты, можно сказать, в жанре авторской песни, авторы-исполнители. География очень широкая, начиная с Днепра, это Киев, это Харьков, Сумы, Полтава, Каминское, Запорожье, Энергодар, Бахмут и другие города, из которых друзей мы ждем. И, кроме того, любой человек может стать участником в качестве зрителя, в качестве поддержки. То есть действительно любой человек, любой горожанин может стать зрителем, особо не нужно никаких регистраций. Нужно знать, где проходят фестивали, какие-то его временные рамки. Фестиваль будет проходить с 21 по 23 мая в городе Днепр, на левом берегу, на живописном берегу реки Днепр, на жилом осеве Солнечный. Адрес базы спортивной «Фалькон», где базируется наш фестиваль, проспект Малиновского, 23. Но жители города знают, это ориентир слева от моста, под кафе бывшим Бора-Бора. Туда очень легко, удобно добираться из центра. А там есть и беседки, и скамеечки, и стулья для желающих. Добро пожаловать, будем вам очень рады. Знаете, иногда говорят, что из-за этой новости выглядывают какие-то ушки. А мне кажется, что из-за этой новости выглядел чей-то хвост. Кого мы только что могли видеть? Это кошка, которая принимает участие во всех квартирниках, когда приезжают друзья. Ну, красавица. Она занимает первое место, если кто-то пытается согнать, она садится спиной, выражает свое неодобрение. Да, активный участник всех мероприятий наших. Ну, спасибо большое. Как зовут-то красавицу? Бади. Дружок. Бади. Спасибо большое. Мы проанонсировали фестиваль. Я думаю, что в ближайшие дни горожане знают, каким образом все-таки использовать свои часы досуга. Хорошего дня, хорошей пятницы, Наталья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok